О чем поют полицейские? Евгения Легостаева написала стихи, плавно они легли на музыку. Так и родилась песня, песня о жизни тех, кто стоит на страже порядка. Если бороться с преступностью, ловить хулиганов, разминировать здание, для этих людей обычное дело, то выходить на сцену они не привыкли. Поэтому за несколько минут до выступления каждый пытается побороть волнение и еще раз повторить свой номер. Владимир Иванович Соболев волнуется меньше. К выступлениям уже привык. Он 7 лет руководит хором ветеранов УВД. Вообще у нас программа достаточно обширная. Мы выступаем в отделениях милиции, в районах, в районных центрах, учреждениях культуры города и области. Елена Румянцева приехала из Вологды. К конкурсу готовилась долго и серьезно. Вот в Афганистан поехал, там война идет. Ты знал. А в своих коротких письмах все нормально мне писал. С начала октября конкурс самодеятельности сотрудников органов внутренних дел проходил в пяти городах области. Полицейские из регионов на конкурс могли представить сразу несколько своих номеров. В Вологде, Никольске, Соколе, Белозерске и Череповце жюри отобрали самых артистичных. Всего 73 номера представителей 15 городов Вологодской области попали в финальный третий этап конкурса. Большой концерт продолжался целых 6 часов. Номинаций было много, более десятка, чтобы по достоинству отметить всех участников финала. Очень красивые есть названия, такие «Пою тебя моя Россия», например. Номинация говорит о себе, да, самая лучшая песня о России, исполнение песни вот в этой номинации и так далее. Это и вокал, и хореография, и художественное слово, авторская песня. Очень интересные такие номинации. Значит, каждой номинации у нас предусмотрено три призовых места. Итоги конкурса уже подведены, но имена победителей держат в секрете, чтобы озвучить в канун профессионального праздника. Награждение пройдет на галоконцерте 8 ноября.